Всем привет! Это четвертая часть серии о 12-й международной выставке на ВИТЭХ и 32-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь», которые проходили со 2 по 6 ноября 2020 года в павильоне форум-экспоцентра в Москве. Российская неделя высоких технологий является важным этапом реализации программы «Цифровая экономика» и призвана способствовать укреплению спроса на российские IT-продукты, обеспечению кибербезопасности и развитию информационной инфраструктуры, искусственного интеллекта, мобильной, спутниковой и радиосвязи. Неделя проходит при поддержке Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства связи под патронатом Торгово-промышленной палаты России. Система спутниковой навигации Global Navigation Self-Relight System Система передназначена для определения местоположения географических координат наземных, водных и воздушных объектов, а также низкоробертальных космических аппаратов. Спутниковая система навигации также позволяет получить скорость и направление движения приемника сигнала. Принцип работы спутниковых систем навигации основан на измерении расстояния от антенны на объекте, координаты которых необходимо получить, до спутников, положение которых известно с большой точностью. Таблица положения всех спутников называется альманахом. Компания Orient Systems производит приемники сигналов спутниковой навигации. Комплексное решение с использованием внешнего инерциального блока и модели движения позволяет поддерживать высокую точность определения траектории движения до двух минут после потери сигналов от глобальной навигационной спутниковой системы. Приемники от Orient Systems производят умный выбор наиболее надежного корректирующего потока между GSM-1, GSM-2 и ультракороткого сигнала. Технология устойчивого потока позволяет приемному устройству использовать как УКВ, так и GSM-соединения одновременно. Это обеспечивает надежный прием и коррекцию даже в случае изменения типа соединения. Еще одной особенностью является автоматическое переключение между УВЧ-базовыми станциями в зависимости от расстояния до них и надежности сигналов. Критерием выбора корректирующего потока при использовании двух SIM-GSM-модемов является его стабильность, а не текущее состояние приема сигнала из сотовой сети. Анализ качества коррекционного потока происходит непрерывно в режиме реального времени, а переключение занимает всего 5 секунд. Компания из Новосибирска DataEast представляет облачные геоинформационные сервисы для решения вопросов местного значения. Платформа SOGIS позволяет публиковать пространственные данные в виде картографических сервисов, создавать на их основе интерактивные карты, содержащие инструменты геообработки и анализа, а также публиковать карты в интернете в виде каталога карт и приложений с настроенными правами доступа. Система SOGIS позволяет авторизоваться через госуслуги и социальные сети. Платформа входит в реестр отечественного ПО и соответствует государственной политике импортозамещения. Соответственно, компетенции в тех, кто участвует в нашей компании. Нам ответить у нас на все наши продукты, которые мы реализовали. Какие проекты реализовали вы на сайте, вы можете посмотреть. Это и мобильные приложения, и эксплуатные приложения, и геопорталы, и, собственно, большие технологические проекты для государства. Например, религиенальные из Ямал-Убедецкого храма Нового Кугаини, геоинформационный портал Мой Новосибирск. Спасибо. Вот возьму с собой. Хорошо. Вот один из наших, что мы привезли, один из наших продуктов, это геоинформационная платформа, на базе которой большинство государственных геопорталов реализовано. И наших упражнений для муниципалитетов, для небольших городов, которые, собственно, базируются на этой работе. Здесь просто набор готовых геоинформационных сервисов для решения вопросов местного значения. То есть большинство муниципалитетов нормативные акты есть, где они должны решать вопросы местного значения. Это вести учет карт рекламных конструкций, места сварных, торговых объектов, твердокоммунальных уходов, разрешений на строительство. Все вот, собственно, эти данные, они должны вестись, должны публиковаться для открытого, скажем, господа для граждан. Все пассиваются на нашей платформе, которая входит в реестр отечественного ПВО. Это полностью наши продукты, написанные полностью с нуля, из компонентов всех отечественных институтов. Сами из Новосибирска. Да, да, да. Спасибо. Красногорский завод имени Зверева, ранее Красногорский механический завод МКЗ, специализируется на выпуске оптических и оптико-электронных приборов, аэрокосмической фотоаппаратуры и наземных наблюдательных комплексов, прицельных комплексов и систем управления огнем, медицинской аппаратуры, фотоаппаратов, объективов, наблюдательных приборов. Завод был образован в 1942 году. Еще в 1955 году на заводе организована радиотехническая производство по выпуску аппаратуры для управления ракетами классов воздух-воздух и земля-воздух. В 1966 году начался серийный выпуск фотоаппаратов «Зенит-Е», «Фотоснайпер» и 16-мм кинокамеры «Красногорск». В 2018 году совместно с «Лейс» и «Камера-ЭК» представлен фотоаппарат «Зенит-М», разработанный на основе лемецкой камеры «Лейси М-ТИП-240». Данное изделие комплектуется российским сверхсветосильным объективом «Зенитар». Основными направлениями деятельности ПАО КМЗ является разработка и создание 1. Обзорно-прицельных авиационных систем. 2. Систем управления огнем бронетанковой техникой. 3. Средств контроля космического пространства. 4. Систем дистанционного зондирования Земли из космоса и с воздушных носителей. 5. Лайзерных дальномеров телеуказателей суточных систем наблюдения прицелов для стрелкового оружия. 6. Оптика и электронные аппаратуры гражданской научной техники. 7. Медицинских изделий по направлению гинекологии, проктологии, офтальмологии, эндопартизирования. 8. Фототехники. 9. Наблюдательных приборов. 10. Научного приборостроения. 10. Научно-аналитическая аппаратура для проведения фундаментальных исследований, создания высоких технологий, новой оборонной техники, решения народно-хозяйственных задач и различных областей науки, техники, производства. 11. Аврора. 11. Оптика и электронная аппаратура видимого диапазона для дистанционного зондирования Земли. 12. Установлена на малом космическом аппарате. 13. Компания «Корсар» – крупнейший российский производитель и поставщик профессиональных защитных кейсов и контейнеров для транспортировки, эксплуатации и хранения специального оборудования. 14. Изделия выпускаются с приемками 1 ОТК и 5 военной приемки Министерства обороны Российской Федерации. 15. Защитные кейсы «Корсар» отмечены дипломами выставки «Интерполитех-2005» в номинации «За вклад в развитие отрасли безопасности». 15. Ударопрочные герметичные кейсы «Корсар» приняты на снабжение МЧС России. 16. В 2009 году продукция компании «Корсар» принята на снабжение вооруженных сил Российской Федерации. 16. Часть средств от продажи продукции торговых марок «Корсар» и «Адмирал» направляется на благотворительность. 16. При производстве ударопрочных кейсов и контейнеров используются сертифицированные нетоксичные материалы, 16. Безопасные для здоровья человека и состояния окружающей среды. 16. Информацию можно получить на сайте www.sarcase.ru 16. Полипропилен и дипломатопромование полиэтилен. 16. Ложемент и вставка для защиты оборудования. 16. Возможность готовить звук и дипломатопрочных кейсов и пенополиэтилен. 16. Торрочные куторства. 16. Торрочные куторты и пенополиэтилен. 16. Торрочные куторты и пенополиэтилен. То, что вы говорили, это алюминиевая рама, она стандарта 19 дюймов. Это всемирный международный стандарт для серверного оборудования. Здесь используются виброизоляторы для оборудования, то есть для перемещения, перевозки оборудования. Здесь все колебания, которые возникают, они касаются. То есть тоже у нас АБИ-67, полностью пыль и влагозащита. Рама способна выдерживать около 90 кг веса в самооборудовании. Также различные аксессуары. Движная рама есть. Клапан и комплекс герметизации для авиатранспортивные. Такие вот контейнеры с отличным видом кануфляра. Кануфляж Артика. Зеленый цвет. Бежевый цвет. Это стандартные, короткие, сроки. Изготовление у нас. Изводство всех базальных концептов. Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту приборов и оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Моделирование внутреннего пространства возможно с помощью пенополимера, ложемента или модульных разделителей. Шкафы-контейнеры с амортизаторами обеспечивают наилучшую защиту оборудования при жестких условиях транспортировки. Отличительной особенностью конструкции является то, что рак-стойка фиксируется внутри корпуса с помощью амортизаторов из эластомера, что значительно снижает ударные и вибрационные нагрузки на оборудование. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...